Всем привет! Меня зовут Оля Буракова и я очень рада видеть вас на своем канале. Это видео будет для девочек. Девчонки, вы знаете, я поняла, что я не уделяла должного внимания на своем канале теме красоты. Мы часто говорим о всяких разных вещах, об отношениях, о каких-то вещах близких к психологии, иногда к эзотерике. Но я очень мало затрагивала тему красоты и считаю это своим упущением. И думаю, что я буду теперь чаще об этом говорить. Дело в том, что если быть откровенной и честной, то до определенного момента практически всю мою жизнь я не уделяла должного внимания своей красоте. Потому что, ну вы знаете, в определенном возрасте в принципе и так все нормально, каких-то глобальных проблем нет. Особенно если их нет на коже, если с кожей, с лицом все кажется, что в порядке, то ты не обращаешь на это внимания. Но вся фишка заключается в том, что изменения, они как-то, знаете, наступают вот в один день просто. Вы проснулись и увидели, что все абсолютно не так, как было раньше. И это, конечно, страшно. И вы тогда начинаете думать, ой-ой-ой, а что делать, как быть, да, что же теперь делать, там пойти что-то уколоть, вот то, что я в принципе делала, да. Можно так сказать, не разобравшись, я не считаю, что это плохо, что это не надо. Но в принципе, еще вот с теми изменениями, которые у меня, в принципе, еще не надо. Есть другие средства, которыми можно бороться с изменениями, и я о них расскажу дальше в видео. Поэтому, как бы, вот я думаю, многие девчонки, да, в определенном возрасте замечали, что они бац, проснулись, и все как-то совсем не так, как вчера. Да, я сегодня не такой, как вчера. И тут уже начинаешь учиться. Поэтому, девочки, если кто-то смотрит меня из молодых девчонок, заботьтесь о себе заранее. Не ждите того момента, когда вы проснетесь и поймете, что, ну, уже как бы, блин, на лице есть изменения. Поэтому, чем раньше вы начнете, тем лучше. А сейчас я хотела бы рассказать вам 10 своих правил ухода за лицом, которые буквально вот недавно я для себя сформировала. И скажу, наверное, что, может быть, пара правил, я их в самое начало помещу, они, может быть, будут несколько, ну, не то что новыми, но такими, о которых редко говорят. Итак, девочки, первое правило, это не покупка дорогих кремов или походы к косметологу. Оно, может быть, прозвучит как-то странно, но называется оно регулярность. Это как раз то, о чем, я думаю, многие забывают. Мы очень часто смотрим различные видео на ютубе, обзоры на косметику, бежим сразу, покупаем кремы. К слову, в этом видео я не буду показывать ни одного продукта, потому что я считаю, что это все-таки второстепенная вещь. И каждый тут индивидуально должен себе подбирать продукт. 10 правил, они будут немножко о другом. Итак, это регулярность. Я прочитала тут очень интересное у одного косметолога в статье сравнение, что уход за кожей, за лицом, это как диета, это как здоровый образ жизни. Им нужно заниматься каждый день, да. Потому что все вы знаете, если вы сели на диету, 3 дня посидели, потом наелись, результата не будет. То же самое и с кожей. Это должна быть регулярность. И вот хочется вам забить, не дай бог кому-то хочется пойти, не смыв косметику, хотя я надеюсь, таких нет. В основном я надеюсь, что это подростки так делают, да. Ну, бывает, да, девчонки погуляли хорошо, пришли домой и спать легли и забили. Вот по-любому нужно найти время с утра и вечером, чтобы ухаживать за своей кожей. Иначе, как я сказала, потом однажды вы обнаружите, что все не так хорошо. Если уже все не так хорошо и вы не ухаживаете, то возрастные изменения, конечно, не заставят себя долго ждать. Регулярность это такой самый важный, даже не столь важно, какие средства вы будете наносить там за 100 долларов или за 10 долларов. Сколько важно, чтобы это было регулярно, чтобы это было каждый день, 2 раза в день. Второе правило, которое тоже, может быть, прозвучит несколько странно, я назвала приоритеты. Одна косметолог мне рассказала такую историю, что вот к ней, ну не то, что это история, да, такая притча среди косметологов существует, что заходят очень часто девушки, у которых сумки брендовые, красивая, дорогая одежда, а лицо совершенно неухоженное. Если это девушки в возрасте, то уже очень с сильными изменениями. То есть все девушки в большинстве своем склонны вкладывать деньги во что-то материальное, да, например, в одежду, потому что, в принципе, вот ты надел платьице, сразу всем видно и тебе как бы красиво. А в сумочку, потому что так же, да, ты ей пользуешься, ее вот видно, она такая красивая. В макияж, наверное, если как бы большинство сравнит, сколько денег вкладывается в средства для макияжа и сколько денег вкладывается в средства для ухода, это, наверное, будут разные суммы. Купить помаду, да, большинство из нас вообще не жалеет на это денег, а сходить к косметологу денег вроде как-то никогда и нет. Есть такая проблема приоритетов. Мы, особенно до определенного возраста, не понимаем, что все-таки тело, лицо намного важнее, чем красивое платье. Намного. Потому что вот это наше, оно с нами будет до конца жизни. А платье мы поносили и выкинули. Поэтому, девчонки, если вас тянет купить очередную сумочку, а денег на косметолога нет, попробуйте хотя бы раз заменить это и вот эти, не знаю, сколько вы тратите, 50-100 долларов потратить на прием косметолога. Третье правило, и опять оно не имеет никакого отношения к кремам, это питание. Многие, наверное, слышали, что все идет изнутри. И, естественно, если ваше питание не сбалансировано, вы, скорее всего, видите его отголоски на коже, да, и зачастую какие-то заболевания тоже видны на лице, к сожалению. И, ну, опять же, до определенного возраста это не так значительно, и мы это не замечаем. А когда уже замечаем, к сожалению, приходится намного больше сил в это вкладывать. Поэтому обратите внимание на питание, на баланс белков, особенно баланс белков и жиров, потому что белки и жиры это строительные материалы для, особенно белки, да, для наших клеток, организма. Нам нужно, чтобы они постоянно обновлялись. Ну и жиры вообще просто категорически необходимы для женского здоровья, поэтому нужно их принимать, кому как удобно, в какой форме, да. И животные тоже, кстати, нужны жиры. Ну, тут уже, опять же, каждый сам за себя решает. Но хотя бы, да, растительными набирать необходимый процент жиров. Это все можно почитать в интернете, прогуглить. Без этого, к сожалению, здоровой кожи не будет. Значит, следующее правило уже касательно ухода, как я сказала, это регулярный уход два раза в день. Я, то, что я буду говорить, это, в принципе, основывается на советах моего косметолога. Я сама не являюсь косметологом, поэтому если то, что я скажу, у вас вызывает какие-то несогласия, да, или какие-то вопросы, предлагаю вам просто сходить к специалисту, да, чтобы он лично вам дал рекомендации, потому что я буду говорить о тех рекомендациях, которые мне дает мой косметолог. Итак, уход состоит из очищения. Для очищения вы используете то, что вам больше нравится, то, что вам подходит, там, не знаю, пенку, гель для умывания, в соответствии со своей кожей. Затем тонизирование. Для этого вы используете тоник. Опять же, тоник используется, который соответствует вашей коже. Следующее, это сыворотка. Вообще, сыворотки рекомендуется, ну, либо всегда использовать, если уже, наверное, какие-то изменения пошли, либо делать курсами, да. Опять же, это все вы можете узнать у специалистов. То есть, наносится сыворотка, и надо чуть-чуть подождать, когда оно впитается, вы уже наносите кремы, которые соответствуют вашему типу кожи и вашим задачам. Обычно для глаз, для лица это разные кремы. Ну, и надо не забывать о шее и декольте. И есть даже специальные кремы для этих областей, но если, да, не хочется столько все-таки всего покупать, можно, я думаю, что и кремом для лица обойтись обычным. Вот. Поэтому вот такой вот ритуал, его нужно делать два раза в день обязательно. Следующий важный аспект ухода за собой, это знание своего типа кожи. У меня это была проблема. Я, опять же, всегда где-то смотрела, где-то читала от подружек, слышала про какой-то крем и бежала, его покупала. И иногда мне казалось, что у меня такой тип кожи, иногда мне казалось, что такой. И вот буквально, опять же, не так давно я конкретно уже определила свой тип кожи. И, исходя из него, я ухаживаю. Да, и мне кажется, даже кожа, она может, да, с возрастом как-то меняться. У меня, например, комбинированная кожа, да, то есть жирная Т-зона. Здесь такая нормальная со склонностью к сухости иногда. Поэтому, девчонки, очень важно это знать. И даже многие косметологи говорят, что если вы неправильно наносите крем не для своего типа кожи, да, на свою кожу, вы можете еще только ухудшить ситуацию. То есть никакой пользы не будет, а один лишь вред ей нанести. Поэтому обязательно сходите к косметологу и узнайте свой тип кожи. Следующее правило это скраб, да, отшелушивание омертвевших клеток раз в неделю. Скраб, опять же, вы используете, какой вам подходит. Для чувствительной кожи, допустим, вам один подойдет, для нормальной, ну, в общем, вы поняли, да. Обязательно нужно учитывать свой тип кожи. В принципе, мне кажется, что стоимость такой вещи, особенно как скраб, она не столь важна, потому что задача ее одна – отшелушить мертвые клетки. Соответственно, в нем должны быть просто частицы, которые помогают это сделать. И тут, я думаю, даже, девчонки, если у вас нет денег купить и то, и то, и пятое, и десятое, то вот как раз скраб, наверное, можно сделать и в домашних условиях, да, в отличие, конечно, крем придется купить. Но вот скраб, мне кажется, можно сделать и самим. Следующее правило, девочки, конечно, классно, если у вас есть возможность ходить к косметологу каждую неделю, и он вам будет делать маски, но если нет, то можно сделать маску и самим, обязательно раз в неделю. И хочу вам тут рассказать такую фишку небольшую, особенно для девчонок, у которых комбинированная кожа, как и у меня. Потому что маска, она, в принципе, обычно решает только какую-то, да, одну проблему, ну, да, или несколько, но в одном типе кожи. Можно что делать? Вот у меня, например, есть две такие маски, опять же, ну, не важно совершенно бренд, это не такие уж дорогие маски. Одна это просто такая маска, она, а-ля маска называется спасительная, 10 минут, ну, просто, да, какая-то общая такая поддерживающая. А вторая маска, она очищает поры. То есть я знаю, что у меня вот Т-зона, это жирная кожа и, соответственно, проблема с расширенными порами и так далее. Сюда мне, в принципе, не нужна, да, здесь сухая такая нормальная, склонная к сухости, к сухости, к сухости кожи. Поэтому на Т-зону я наношу вот эту маску для пор, а на остальное лицо я наношу вот эту обычную маску. Выглядит смешно, как панда. Я даже, когда наносила, хотела сфоткаться, потому что одна черная, другая белая. Но вот такая фишка, хотелось с вами поделиться. Ну, естественно, любая маска подойдет, не обязательно вот так делать, это просто, мне показалось интересно. Девочки, последние три правила относятся к посещению косметолога. Многие девчонки меня спрашивали, делали ли я берили витализацию, господи, я даже не знаю, как это выглядит. В общем, уколчики в лицо, нет, я ни разу не делала. Я делала только ботокс давно, уже он отошел, уже тоже год, наверное, уже как он отошел в межбровную складку, потому что у меня очень сильные мышцы, но я его уже не делаю. И, в общем, да, наблюдается здесь некая активность. И, в общем, не очень хочу пока больше делать, потому что, вот сейчас расскажу, что я делаю у косметолога. Итак, первое, я считаю, что нужно делать, это чистка лица, да, механическая. Ну, или любая другая, которую вам посоветует ваш специалист, потому что почистить лицо, даже если вы будете скрабы делать, очищать, все равно не получится на таком уровне, на каком делает это косметолог. Чистое лицо с открытыми, готовыми к восприятию всяких других продуктов порами, да, и просто чистое без всяких изъянов, его может вам помочь достигнуть только косметолог. Поэтому чистка лица, ну, вам скажут, сколько раз вам надо делать. У меня это обычно раз в месяц, там, раз в два месяца. Вот так вот, потому что, в принципе, прямо уж так, глобальных каких-то у меня, тьфу-тьфу-тьфу, пока проблем нет. Следующее правило, это пилинг у косметолога. Пилинг, опять же, вы делаете дома, да, это скраб или пил тоже продается. Но такой пилинг глубокий, который может сделать косметолог, и это несколько процедур, вы себе не сделаете. Вот я, кстати, девчонки, оставлю вам контакты своего косметолога под видео, девочки из Нью-Йорка, потому что действительно классный мастер, и хорошие цены, и вообще приятная женщина. Я к ней даже иногда просто захожу попить чай, поболтать, потому что она меня вдохновляет. Поэтому, девчонки, обращайтесь, она вам все сделает, все расскажет. Итак, это пилинг. Я пока делала такой бипил называется, он не супер глубокий, но вот, наверное, когда солнышко пропадет, мы будем делать уже такой дип, глубокий пил. Там тоже 5 дней все будет влезать, и это должно быть такое время, да, чтобы мне не надо было ни на съемку, ни туда, ни сюда. Ну, особенно после определенного возраста, конечно, нужно это делать. Единственная радость, девочки, что это не нужно делать так часто, раз в полгода, где-то, да, ну, в зависимости от проблем, либо вот такой средней глубокости пил, либо глубокий пил все-таки нужно сделать. Опять же, это все вы можете посмотреть в интернете, узнать у своего косметолога, как он делается, чем он делается, нужно ли вам его делать, хотите ли вы и так далее. Ну, я после него заметила, конечно, у меня кожа изменилась значительно. Девочки, и последнее, это просто волшебство какое-то, я эту процедуру впервые прошла вчера, такая процедура называется массаж лица. Мне как-то давно-давно еще, я даже не помню, где это делали, но, видимо, там мастер или не старался, или еще что-то, но поскольку вот Анна, я знаю, она хороший мастер, она мне сделала прямо настоящий такой хороший массаж. Девчонки, я была в шоке, она сначала мне промассировала одну часть и дала зеркало, что я увидела. Ну, во-первых, это больно, очень больно, надо терпеть, у меня аж слезы лились из глаз, особенно я выяснила, что у меня правая сторона лица абсолютно забита, например, на левой мне так больно не было, правая очень сильно забита. Почему? Потому что, ну, одна из причин, я правша, то есть у меня правая часть всегда больше задействована, плюс я ношу тяжелую сумку для спорта каждый день на правом плече, и, соответственно, все, да, тело и даже вот лицо, может быть, жую еще тоже на правую сторону, поскольку правша. И правая сторона прямо супер забита, очень больно было, и я даже решила, кстати, рюкзак, наверное, купить. Не знаю, как я буду как подросток, ну, ладно, ничего страшного, зато, да, для осанки хорошо, и не будет так все забиваться. Итак, что я увидела? Во-первых, я была вчера очень сильно отекшая, у меня вообще лицо склонно к отекам, и многие девчонки, когда мне говорят, Оля, ты что, потолстела? Чаще всего в тот день у меня, значит, просто лицо отекло, особенно, ну, девчонки, мы знаем, когда мы отекаем, да, вот в такие вот дни, да, многие девочки тоже склонны к отекам. Вот, в общем-то, вчера в таком состоянии я и проснулась супер отеком на лице, и я увидела, что здесь у меня просто отек исчез, ну, процентов на 70, то есть вот эта часть, она такая была пухлая, а это уже совершенно, да, под глазиком, щечка такая неотекшая. Я увидела, что овал лица тут, знаете, такой более заостренный, а здесь вот как раз с отеком. Я была просто в шоке. Помимо этого, носогубная складка разгладилась, бровь приподнялась, вот эта нависшая века чуть-чуть приподнялась. В общем, я просто офигела, что массаж хороший может сделать такие изменения, вот буквально за 15 минут. Плюс ко всему, я сама делала самомассаж, от него, конечно, результат какой-то минимальный был, но не такой, как от профессионального массажа, потому что после профессионального массажа я стала чувствовать все проблемы на своем лице. То есть теперь я, например, чувствую, что этой частью лица действительно мне мимически шевелить сложнее, чем этой. Здесь у меня мышцы как бы более такие быстрые, более разработанные, а на правой лице все очень сильно, на правой лице, на правой части лица все очень сильно забито. В общем, я могу отдельное видео прямо про массаж снять, потому что у меня эффект просто потряс. Его нужно делать, девчонки, в зависимости от ваших проблем, где-то до 25 лет раз в месяц, до где-то 25-35-37 два раза в месяц, ну и от 40 уже желательно каждую неделю его делать, ну, в общем, смотря по вашему состоянию. Чем раньше вы начнете, тем лучше. И сегодня, по идее, я должна быть очень отекшая, но я как бы нормальная, намного лучше, чем я могла бы быть, если бы я вчера не сделала массаж лица. В общем, я просто в шоке, я буду его делать. Моя любимая теперь процедура. И лицо еще очень сильно свежеет и молодеет, то есть он прям разглаживает массаж, разглаживает лицо. Девчонки, у кого нет денег, там, постоянно делать эти массажи, удовольствие в Нью-Йорке, особенно не из дешевых, я думаю, что можно один раз ходить и просто почувствовать, даже не как его делают, да, вы не запомните все, а почувствовать степень нажатия, насколько вам должно быть больно, чтобы это возымело эффект. И потом уже найти в интернете видео про массаж и себе пытаться это воспроизвести. Я сегодня с утра себе такую лайтовую версию сделала с самомассажем. Конечно, это вовсе не то же самое, что специалист сделал, но все равно я хочу поддерживать вот до следующей процедуры этот результат. Кто хочет, девчонки, массаж делать у проверенного мастера, еще раз в инфобокс, пожалуйста, заходите. Я думаю, что массаж, он сможет действительно отдалить вот эти всякие неприятные процедуры в виде ботокса, пластики на какой-то срок. Вот. Девочки, я вас всех очень люблю, целую, это все секретики ухода за кожей, главное, и вообще за лицом, главное, помните, что самое важное, это регулярность. Если вы сделаете один раз массаж и потом все это забросите, или купите дорогой крем, его выможете и потом забросите все это, ничего, к сожалению, не будет. Это как диета, это как спорт, то есть такой уже стиль жизни, либо ухаживаешь за собой, либо нет. Ну, я надеюсь, что мы будем с вами ухаживать за собой, я очень вам благодарна за то, что вы посмотрели это видео, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, в инстаграм вас приглашаю. Я вам желаю красоты, молодости, будьте любимы и нежны, счастливы. Всем пока, ваша Оля.